Жители Кустаная жалуются на докучающих мошек и комаров. Гуляя по городу, особенно в вечернее время, кустанайцы стали замечать на своей одежде огромное количество насекомых. Мошкары и комаров так много ситуют в горожане, что они попадают и в глаза, и в дыхательные пути. Многие говорят о том, что раньше такого не наблюдали. Я остановилась, и они налетели на меня. И я только замечаю, что они как бы такие, раз, как будто укусили или что. А может это яркая одежда, я не знаю. Вот нашествие мошек черненьких, точно, вот нашествие идет. Правда, правда, есть такое. Комаров я бы не сказала, что слишком много. Больше всего я это замечала в центре города. Там как будто их очень большое нашествие, их побольше, чем в других сторонах города. В парке выходной, вот в воскресенье, всю мошки облепили, вот здесь очень много мошек. Накануне, во время еженедельного аппаратного совещания, глава областного центра также озвучил эту проблему и поручил решить ее отделу ЖКХ. Однако с такой напастью город сталкивается впервые. Поэтому пока что все работы по дезинфекции будут проходить в тестовом режиме, так как нужно правильно и качественно подобрать специальные средства. Это связано с тем, что они могут навредить растениям, цветам или даже людям. В этом году в течение месяца будем проводить дезинфекцию от комаров и от мошек парковую зону. То есть это Притобольский парк, так называемый триатлон парк, парк Победы, Центральный сквер и парк 25-ти линии зависимости Казахстана вдоль улицы Гашика. В течение месяца по подрядным организациям, которые занимаются текущим содержанием этих парков, закупят вот эти материалы и будут проводить дезинфекцию. Специалист добавил, что пока неизвестно, будет ли такая обработка проводиться ежегодно. Поэтому стоит дождаться результатов. Больше всего от укусов насекомых страдают именно дети. В приемный покой Кустанайской областной детской больницы поступило с 1 мая по сегодняшний день 200 обращений на воспалительные реакции от укусов насекомых. Если ребенок находится на улице, то есть тоже механические методы защиты. Это одежда с длинными рукавами, штанишки, а потом тоже можно москитные сетки сейчас одевают на лицо. Да, потому что мошки, они могут быть большим роем, и там без москитной сетки не справишься. И есть специальные средства – репелленты. Репелленты бывают разных видов. Бывают крем, спрей, лосьон, аэрозоль. Врач добавила, что все спреи, кремы и другие методы защиты стоит подбирать тщательно, как для детей, так и для взрослых. Во-первых, нужно ознакомиться с составом продукта, после чего нанести его в небольших количествах на локтевой сгиб. Понять, подходит ли вам средство, можно только спустя пару часов. Виктор Ваташко, Алина Альвишева, РТН